mikul kd3 это стик тв стик от микула ну не совсем от микула это все-таки skyward да это оем от skyward и с 4k hdr с dolby аудио с таким вот универсальным пультом с управлением телевизором ресивером и тому подобных на канале технозон с обзором поехали ну что вы знаете сижу его только с тестов снял он теплый не сильно горячий достаточно интересный только из-за того что его реализовал skyward и давайте подписывайтесь нажимайте колокольчик ссылки на проверенных продавцов лежат в описании мы с вами обсудим один вопрос мы на алиэкспресс стоит он на текущий момент 50 долларов но в скидочке и вы знаете ну 2 на 8 скажем так 2 гигабайта на 8 моем лоджика с 905 y4 google tv netflix именно google tv от 11 bluetooth 5 есть поддержка hdr 10 плюс hdmi 2 1 вы один кодек все красиво вот при использовании вот такого вот оте джи кабеля который мы тестировали вы сможете подключить сюда через юсб и жесткий диск и геймпад и указатель мыши и даже вот такой вот lan адаптер на 1000 мегабит ну который будет давать у вас максимально там 300 мегабит это как бы реалия жизни на юсб 2 здесь именно такой юсб 2 есть ссылки на а то кабель я разместил описании под видео то что не заявляться 4k hdr а тв версия именно самого нетфликса все красиво том что есть голос полноценно работающий все красиво только они как-то сравнивают его с сяоми они виде как-то замазали они здесь представили сяоми не тв стик 4k и очень некрасиво они поступили потому что они пишут что он хуже чем и не указали некоторые моменты ведь они пишут quad core cortex a35 и там и там процессор 2 гигабайта и там и там 8 гигабайт хранилища и там и там но здесь они пишут ремонт old reference new reference но дело в том что вся уме нет и в мире митв 4k стики тоже пульт может управлять и телевизором и кто сказал что он новую старой ну это абсолютно обновленный пульт это вранье то что они пишут здесь google тв а там android 11 там android тебе 11 который лучше чем google тв 11 это факт это факт то есть они здесь тоже соврали dolby аудио поддерживается и там и там 4k поддерживается и там и там но они забыли сказать что сяоми не тв 4k поддерживает еще и dolby vision вот так вот dolby vision и они здесь так аккуратненько написали netflix youtube prime disney plus от здесь они написали netflix prime а про youtube они почему-то не указали ну то есть на самом деле аппарат на эти стики абсолютно идентичны только сяоми митв 4k который над на момент съемки этого видео еще и стоит дешевле поддерживает dolby vision да еще имеет dts лицензию здесь они этого почему-то не указали то есть там dts есть здесь dts но у считаем что нет то есть это вранье это вранье поэтому на эту таблицу не стоит вообще зацикливаться то есть чтобы вы понимали сяоми мит и востик и как они пишут там да там disney plus нет есть у них поддержкой disney plus и spotify им prime hbo и red bull то есть ну вот я не люблю когда такая нет когда такая нечестная конкуренция но что мы получили с вами по итогу по итогу мы с вами получили достаточно нормально работающий стик которому мы скормили все что можно и он это все проиграл и высоко битрейтный и пить и youtube 4k и некоторые моменты такие как раздачи достаточно большие он их тягает но теперь давайте так на android tv 11 ставится matrix здесь у меня с матриксом пока что проблема я думаю что с обновлением самого матрикса его пофиксят но пришлось ставить старый сервис рвак 77 и все-таки я смог раздачи большие смотреть без проблем из явных проблем сказать так чтобы явные явные это немножечко ограниченная поддержка вот этих lan адаптеров потому что на отдачу дает низкие показатели точно загрузку до 280 300 я пробовал два на дачу вот этот вот старого образца выдает 70 80 нового выдает 5 7 поэтому тут тоже нужно над этим думать и микул и сяоми в этом случае выглядит достаточно интереснее потому что у него там более полная поддержка ссылку на обзор сяоми ссылку на проверенных продавцов на сяоми тоже разместил в описании под видео вы можете перейти посмотреть во всем остальном вы сейчас увидите то все дальше в обзоре что здесь за пуль здесь пульт обыкновенный google пульт мне нет смысла делать распаковку потому что на самом стике ничего кроме разъема питания нет поэтому распаковывать не так угла пульт содержит основные кнопки плюс кнопки быстрого доступа к различным сервисам указателя мыши здесь нет есть голосовой поиск и сам по себе пульт является bluetooth с инфракрасной опцией управления то есть это абсолютно все стандарт поэтому переходим на обзор и потом на выводы google т.в. просто и элементарно google т.в. это уже такой себе ставший достаточно популярным интерфейс но не находящийся скажем так на лидирующих позициях потому что на лидирующих позициях у нас идет android и android tv уникальным тем что ну в принципе этот выглядит неплохо но android лучше тем что вы можете здесь редактировать и перемещать вот эти вот каналы с рекомендациями которые невозможно никак изменить в самом google т.в. это очень очень напрягает то есть вроде бы интерфейс красивый вроде бы все красиво сделано но вот например я хочу prime видео убрать и только удалив prime видео а это сделать невозможно потому что он предустановлен вы сможете убрать этот канал но как бы как есть давайте так сверху нас есть раздел поиска главное приложение библиотека в библиотеке есть списки просмотра это те которые фильмы покупались то есть это управление покупками взятыми на прокат в данном случае я установил все необходимые мне приложения и будем сейчас с вами тестировать и мультимедийку и и посмотрим на технические характеристики в настроечках есть у нас экран и звук hdmi цик он поддерживает и мало того поддерживает управление пультом вашего устройства например телевизора или звуковой панели через инфракрасный порт то есть здесь есть расширенные настройки экрана где у вас есть возможность выбрать динамический диапазон вы можете выбрать либо sdr либо hdr при этом он будет работать но вы же он будет постоянный hdr с обработкой метаданных и здесь нет даже при подключении долги vision телевизору разрешение поддерживает от 4к до 480 пи 60 герц 24 30 кадров все все это дело поддерживается расширенные настройки звука у нас здесь есть режим по стру это где вы получите долби аудио dts но при этом давайте так с dts очень интересный момент здесь нет и диди dts а здесь нет dolby 3d но dts у меня на одном ресивере заработал на другом нет я не могу четко утверждать что dts будет полностью рабочий dolby аудио работает полностью здесь полная лицензия и поэтому вы можете как бы спокойненько с этим работать при выборе по стру вы будете просто-напросто пробовать прокинуть этот сигнал но я вам вот поддержку сказал то есть мы тестировали тестировать больше не обычно это тестирую на тех тв-боксах которые поддерживают и ждем мастера аудио атмос и все остальное здесь как бы ну есть долги и долги он всем муксит в долги сеть настройках у нас есть поддержка 5 гигерц есть экономия трафика который нам здесь вообще никак не нужно по крайней мере при использовании кабельного интернета с аккаунтами проблем не было пульт и аксессуары то то что я хотел показать смотрите у нас здесь есть remote g10 это угла пульт это не g10 как все привыкли и здесь почему-то на каком-то языке даже не знаю на каком настройка кнопок на пульте то есть вы у меня здесь подключен сейчас lg-телевизор и вы можете задать управление громкостью google tv либо это будет цик либо это будет lg через инфракрасный порт то же самое кнопку питания можно google tv цик либо через инфракрасный порт и кнопка выбора из источника цик или инфракрасное извлечение ну в моем случае телевизор lg если вы нажмете добавить устройство то вы можете управлять и телевизором и саундбаром и а в ресиве то есть например мы выбрали телевизор мы выбрали саундбар можете добавить там допустим саундбар визе и протестировать то есть у меня появляется визе то есть вы можете задать сюда разные типы устройства и допустим а вы ресивер вы можете задать там динам и тоже настроить пора вас бы три устройства то есть вы можете этим всем делом управлять это очень классная опция и она реализована точно так же как google chromecast 2020 одинаково то в принципе в принципе по пользованию они вообще практически одинаковые я имею ввиду только интерфейс потому что внутри это абсолютно разные девайсы это на самом деле ними клубка d3 как я уже говорил ранее в предобзоре это skyward digital 4k google tv stick me cool м logic та же самая платформа hp 4610 me cool как у realme если кто помнит realme google stick у нас был 2 гигабайта оперативной 8 гигабайт хранилища из которых доступно 4 и 4 и у нас есть bluetooth мало того вы видите там сейчас подключенные внешнее хранилище 120 гигабайт я вам сейчас расскажу как я подключил сюда жесткий диск центральный процессор это четырех ядерный аймлогик с 905 y4 с тактовой частотой 2 гигагерца на каждое ядро то есть это 4 ядра по 2 гигагерца это арм cortex а 35 энергоэффективный за отображение отвечает все тот же самый молит же 31 и сеть у нас есть идеальный коннект 867 мегабит попробую доступа к температуре нет поэтому тестировать на тротлинг тест тестировать температуру мы не будем потому что это откровенно говоря невозможно ну и из кодеков у нас есть а вы один кодек есть поддержка в 1 сейчас я опущусь я вам покажу это же протестируем дальше вот пожалуйста им logic в 01 в сам 2 если глянуть в drm info это те кто знает то те понимают что это для работы правильной работы стриминговых сервисов то у нас здесь есть поддержка cnc clear кей от google есть у нас google white wine l1 вот security l1 и есть microsoft play ready drm а также есть сертификация netflix то есть у нас здесь будет работать и ими и мегугу в максимальном качестве или будет 51 будет работать нормальный кинопоиск и различные netflix и prime и и все остальное то есть это полностью сертифицированный google tv stick вот такой вот он так так вот даже apple tv в полном качестве работает то есть это максим максимальная такая совместимость кит само собой здесь android tv открывается через команду google play store или же просто-напросто в разделе приложения вы его выбираете отдельно проверяем голосовой поиск самый лучший фильм голос само собой работает как и на google chrome касте через вот этот вот зажатую кнопку микрофона по-другому никак вообще дело в том что он ищет и в сторонних приложениях это вот очень хорошо после последнего обновления google самого приложения то он ищет это во всех источниках то есть это становится очень похоже на android tv платформу здесь как бы вопросов нет из сертифицированных штучек хочется попробовать конечно же и трансляцию экрана через google chrome каст это обязательно выбираем google tv stick мы кстати можем открыть пульт и использовать ведь у нас подключение 7721 b это все происходит через стандартное приложение home на вашем смартфоне вы можете управлять смартфоном тут как бы тоже вопросов нет вот пожалуйста у нас вот есть виртуальная клавиатура от у нас есть трансляция есть полная поддержка google chrome каст технологии через которую можем транслировать экран вашего смартфона либо какой-либо контент через google ассистент либо контент через какие-то приложения которые поддерживают google chrome каст на экран вашего смарт тв-бокса это очень удобная фишка давайте проверим с вами скорость сети и ни много ни мало в 5 гигагерцах это триста восемьдесят девяносто четыреста мегабит тестируем мы наше устройство на роутере x6 тысяч именно не redmi а x6 тысяч и вот такие вот результаты мы имеем 414 мегабит на загрузку 177 мегабит на выгрузку давайте 24 гигагерца попробуем здесь у нас тоже очень хороший показатель в 80 мегабит почти это это я даже не спид тестом тестирую это тестирую аналите 75 мы берем такой по минимуму 75 на 60 70 8 9 на 80 ну помним что это все-таки не меку а skyward и там сетевыми модулями всегда было все отлично реализовано поддержка lanar g45 мы будем с вами проверять через вот такой вот адаптер lanar g45 для стиков которые мы используем и через утюджи кабель в принципе через которые мы подключили вот у нас есть утюджи кабель на юсб через который мы подключили с вами жесткий диск дело в том что ссылки на это все в описании под видео но для начала мы тестируем жесткий диск а че а жесткий диск мы тестируем таким образом если у нас доступ к записи но я вам сразу раньше разочарую прочитать диск мы можем на запись смотрите защита от записи в android 5 и выше необходимо в папку специальном диалоге android чтобы дать тест право на запись короче но здесь не установлено приложение за документ для того чтобы сделать возможной запись на внешние носители но прочитать допустим фильмы с него мы сможем и наш тест будет заключаться в том что мы запустим с вами тестовый фильм на 68 гигабайт с внешнего носителя и обязательно должны он должен начать проигрывать то есть таким образом мы с вами проверяем насколько нам хватает пропускной способности юсб порта для проигрывания высоко битрейтных и огромных видосов ждем через вему медиаплеер это h265 кодек представляете 68 гигов на в h265 это такое очень хорошее качество 4k 60 fps он хорошо проигрывается ждем пускай проигрывается ждем нормального кота какой-то сцены динамической и выключаем мы понимаем что она не зависла муфер прошел и все нормально так ну в принципе продолжает проигрывать то есть я немножечко подождал все отлично работает юсб достаточно имеет достаточную скорость для проигрывания высоко битрейтных видео при подключении их через определенные адаптеры то есть с данным случаем мы должны с вами протестировать и поддержку я отключаю сейчас отключил жесткий диск и он извлечен на экране написано подключил сетевой адаптер давайте выйдем в главное меню обязательно пробуем lanar g45 если поддержка югрин овских сетевых адаптеров которые мне одна неоднократно обозревали на нашем канале так смотрим что у нас сеть устройство подключено через ethernet и ethernet здесь работает сейчас посмотрим пропускную способность ethernet а подключен он на 1 гигабит через адаптер мы с вами получаем но те у кого допустим нет нормального роутера или те у кого проведен lan и хотят иметь какой-то через адаптер lan через lan адаптер хорошую скорость то вы ее получите 341 мегабит на загрузку ну и на выгрузку здесь уже свои особенности самого адаптера ведь но показываю всю правду 4 на выгрузку получилось и я думаю что это второй адаптер показывает примерно те же самые результаты на загрузку в районе 300 мегабит ну 280 если быть точнее меня интересует на выгрузку это проблема адаптера либо проблема самого тв стика на выгрузку на этом адаптере он вообще ничего не показывает поэтому мы не ну показывать показывает немножко лучше результат и вот именно этот адаптер я вам размещу описание под видео которые с ним совместим то есть 70 мегабит на выгрузку допустимо при загрузке в 280 абсолютно нормальный результат так дальше дальше думаю мы будем с вами переходить уже к мультимедийным возможностям но перед этим посмотрим его игровые возможности кто-то возможно даже соизволит на нем играть хотя это откровенно говоря не совсем правильно на стиках не играют но по результатам игровой тестов на игровую производительность у нас а и storm extreme показывает 5896 баллов это на уровне logic s905 x4 его и storm unlimited показывает 10 тысяч четыреста девяносто баллов это ну в принципе на уровне с 905 x3 с 905 x4 мультимедиа мы с вами в принципе начали уже тестировать на фильме с внешнего носителя давайте пробовать теперь youtube 4k hdr так 4k проигрывается 4k 60 fps здесь vp9 нарисована но вот я вам показываю картиночку где показано что он проигрывает 4k hdr с обработка и зеркли подключение к hdr телевизору то есть у него есть поддержка 4k youtube 4k 60 fps он проигрывает без единого дропа на дикой реке то есть у меня по youtube вопросов нет никаких если говорить о netflix это netflix тоже проигрывается без особых проблем вот ведь у нас ultra hd 4k конечно же с dolby аудио просто мы сейчас не подключены к dolby аудио источнику но 4k он сейчас проиграет вот пожалуйста проигрывает то есть сертификация netflix мы подтверждаем работает тоже беспроблемно без дропов без ничего срабатывает что касаемо авто фреймрейта авто фреймрейт через тивик вик экшен с нами кулка d3 не работает пока не реализовано надеемся ждем следующим этапом проверяем hd и 5 телевидения и это высокого качества hd и 5 телевидения пожалуйста у меня вопросов нет это full hd то есть воспроизводит при этом смотрите как быстро переключается используем мы сейчас омегу тв то есть она работает по и 5 высокого качества у нас вопросов тоже нет стик абсолютно идеально справляется сказать что он плох нет но при этом все-таки стик от сяоми будет получше покрасивее поинтереснее а что нам остается еще с вами проверить ну и стримов можем еще там мигуго запустить но это такой же момент знаете здесь при наличии всех этих сертификатов все это будет работать абсолютно идеально пробуем раздел фильмы потому что на же стримы интересуют есть у нас раздел 4k 4k hdr все спокойненько заводится смотрим потому что у нас есть сертификация ну пошел фильм отлично смотрим наслаждаемся пробуем перемотать пробуем перемотать куда-нибудь там на серединку воспроизводится работает еще пробуем нет нет у нас вопросов выходим выходим остается из мультимедиа нам проверить то есть из того из того что мы ему скармливали и пробовали подсунуть он перемалывает абсолютно все а вот сервером для раздач с матриксом у нас возникли некоторые вопросы он его устойчиво не хотел устанавливать сам по себе сервер но потом эти вопросы порешались мы пробовали и на старом серваке по новому серваку если вдруг какие-то вопросы возникают обращаемся в чат по по матриксу а так у нас вопросов по воспроизведению не возникло но мы сейчас попробуем какой-нибудь достаточно большую какую-нибудь боль достаточно большую раздачу вот есть 33 гига сейчас пробуем это 4k hdr фильм само собой как я уже говорил долги vision не поддерживается и как быстренько он прошел но проигрывает ладно сейчас посмотрим пускай проигрывает зависнет независнет вернемся пускай проигрывает я пошел попил что-нибудь вкусного и вернусь покажу вам что из этого выйдет буквально через секунду ну фильм воспроизводится давайте попробуем помотать мне интересно насколько он адекватно реагирует на перемотку потому что не каждый tv-box сталкивается вернее справляется с перемоткой на раздачах ну здесь как бы вопросов нет модуль хороший 400 мегабит выдает достаточно мощный процессор он упробуем до перематывает при наличии количество раздающих достаточно он будет с этим справляться отлично к сожалению приходится скрывать фильм потому что правообладатели не дремлют по игровым возможностям нужно выходить уже по игровым возможностям данный tv-box мы оценивать не будем потому что слишком мало памяти слишком мало для реализации игр и это все-таки стик это все-таки стик на cortex a35 мы конечно вот пробовали давайте уже ладно уговорили я сейчас вот какую-то аркадную игру запущу вот у меня есть геймпад на game sir g4 про мой любимый геймпад сейчас запустим его через те же самые юсб адаптеры так геймпад он подхватил ну и вот у меня есть любимая моя игра но что-то доработает сейчас посмотрим поехали в аркаду какую-то типа space marshall of можно поиграть можно где наверх space маршал лишь во что-то можно но не более я вам скажу тяжелые игры это не про него да и памяти маловато на самом-то деле ну я не понимаю чем мой сейф не подтянуло из облака возможно для этого нужно было установить чуть другое наверно не знаю ну короче работает общая готов пройти прорезюмировать данный стик достаточно интересная штука но все-таки мы с вами выводах скажем что лучше покупать его либо сяоми x а я либо сяоми не тв 4k хотя принципе то у меня к нему особых претензий нет а выводы вы знаете если вам нужен вот такой вот stick то мы его можем рекомендовать хотя я бы брал но отдавал бы предпочтение сяоми тв 4k этому есть одно простое объяснение потому что при относительно одинаковая платформе сяоми имеет android tv 11 дешевле имеет долги вижен и в принципе точно такие же функции как здесь а здесь у нас непонятная политика с hdr ну то есть либо sdr постоянный либо hdr постоянный само собой нет поддержки долги вижены нет поддержки полноценной dts поэтому stick неплох он хорошо работает мы его рекомендуем но если выбирать между ним и сяоми митв 4k мы рекомендовали бы сяоми митв 4k stick что мы в принципе и делаем если нравится то что мы делаем пальцы вверх до скорых встреч пока с вами был бабам на канале технозон